Всем еще раз добрый вечер. Давайте начинать. Время у нас 5 часов. Я представлюсь. Зовут меня Швяков Сергей Юрьевич. Я сегодня проведу небольшой семинар, в котором коротко расскажу, что из себя представляют шаблоны объектно-ориентированного проектирования, какие они бывают, и мы посмотрим примеры реализации какого-нибудь шаблона, простого достаточно шаблона, на нескольких языках программирования. Шаблоны объектно-ориентированного проектирования. По-английски это называется паттернами. И это слово, оно перешло и в жаргон российских разработчиков, поэтому часто так и говорят, даже по-русски сейчас уже паттерны проектирования. Это даже более распространенное словосочетание, чем шаблоны проектирования. Что это такое и зачем это нужно? Что такое вообще паттерны проектирования? Применяются ли они где-либо еще, кроме программирования как такового? Сам по себе шаблон или паттерн – это описание часто встречающейся задачи и способов ее решения. Причем здесь важно провести разграничение, отделить от понятия обычных функций и библиотек. Если функции библиотеки – это уже реализованные какие-то алгоритмы, которые вы можете задействовать в вашей программе, то шаблон проектирования скорее описывает не столько алгоритм или алгоритмы, сколько то, как вы должны построить или организовать вашу программу, потому это и называется проектированием. То есть какие функции, какие классы вам нужно сделать, как они должны быть зависимы друг от друга и так далее. Вообще изначально это понятие паттерны проектирования появилось даже не в программировании как таковом, а скорее в строительстве, в архитектурном дизайне, проектировании городского ландшафта и так далее. То есть паттерны описывали, как, допустим, спроектировать городской ландшафт для того, чтобы людям там было удобно жить. Ну а затем вот эта идея, идея описать общие решения, которые, повторюсь, часто необходимо применять в своих проектах разработчиков, описать их, дать им название, описать подводные камни, дать несколько возможных реализаций для разных языков. Вот эта идея была использована и в проектировании программного обеспечения. В данном случае мы будем говорить о паттернах именно объектных, то есть шаблонах проектирования для объектно-ориентированных языков программирования. То есть фактически мы будем говорить о том, как организовать нам те или иные классы, как организовать взаимодействие между ними для того, чтобы решить какую-то задачу. Исторически первой такой книгой по шаблонам объектного проектирования проектирования стала книга четырех авторов, книга четырех авторов, которых еще называют бандой четырех. Это Эрих Гамм, Ричард Хелм, Ральф Джонсон и Джон Влиссетс. Они опубликовали эту книгу в, если мне память не изменяет, 95-м году. Она так и называлась. Приемы объектно-ориентированного проектирования, паттерны проектирования, где были описаны 20 с лишним, 23, по-моему, основных шаблонов. Поскольку название и список авторов был длинный, то в литературе, ну и вообще программисты между собой, стали называть этих авторов и эту книгу банды четырех. Генков Фос есть такой термин даже. И, соответственно, Генков Фосбук. Так что, если встретите такой термин, узнаете, откуда он взялся. Так вот, в этой книге были описаны 23 основных шаблона проектирования. В дальнейшем появились, конечно, и другие книги. В этой книге авторы приводили примеры на языке C++. Потом, конечно, те же шаблоны были реализованы и на других языках. На Java, например, на C Sharp и так далее. Фактически, так или иначе, эти паттерны, повторюсь, применимы в любых объектно-ориентированных языках программирования. Дальше выпускались и другие книги. Появлялись новые паттерны. Сейчас их количество уже, по-моему, за 100 перевалило. Если вернуться именно к этой книге, четырех авторов, там все шаблоны были разбиты на три основные группы. Это так называемые порождающие паттерны. Их основная задача, задача этих шаблонов – дать нам удобные механизмы для создания объектов. Структурные паттерны – это вторая группа. Задача которых – поддерживать работоспособность нашей иерархии классов. Ну и третья группа – это поведенческие паттерны, которые предлагают наиболее эффективные способы взаимодействия различных компонентов, объектов программы и так далее. Из чего, собственно, состоит описание любого паттерна? Ну, во-первых, проблема, которую решает паттерн, варианты решения, то есть обычно в виде диаграммы, в виде схемы описывается, какие классы с какими полями и методами надо создать и как они будут зависимы друг от друга. Причем реализаций может быть несколько. Может быть несколько. Описываются преимущества и недостатки каждой реализации, ну и даются рекомендации, когда какую реализацию предпочитнее применять. А также зависимость одних паттернов от других. Несколько слов о реализации паттернов. Тут надо иметь в виду, что если в первой книге примеры шли на языке C++, то, как я уже говорил, в дальнейшем паттерны были реализованы и на других языках, и вообще, как я сегодня вам покажу, реализация одного и того же паттерна может сильно зависеть от языка. То есть есть общие реализации, общие схемы реализации, скажем так, которые применимы в любых, ну или почти в любых гектно-ориентированных языках, а есть реализации, которые, что называется, жестко привязаны к языку, потому что используют его особые синтаксические конструкции. Это мы попробуем сегодня с вами увидеть. Каждый из этих двух подходов имеет достоинства и недостатки, потому что общая реализация, она такая более понятная, она более универсальная. С другой стороны, специфические для языка реализации могут иметь какие-то преимущества, например, связанные с производительностью, использованием памяти там и так далее. Ну вот, собственно, название книги, о которой я вам говорил, и те самые четыре автора, которые теперь, ну уже достаточно давно называют бандой четырех. Зачем вообще паттерны нужны, зачем их использовать? Ну, во-первых, чтобы не изобретать велосипед, конечно. Это когда у разработчиков в программе возникает задача реализовать какую-то схему, которая ему уже известна по паттернам, то можно, соответственно, воспользоваться теми рекомендациями, которые даются в описании этих паттерн. Второе – это, конечно, стандартизация кода, потому что мы с вами знаем, что над программой обычно трудится не один разработчик, команда разработчиков, причем эта команда может меняться, могут новые люди приходить, и для того, чтобы им легче было понимать чужой код, желательно, чтобы код отвечал определенным стандартам. Вот паттерны – это такой способ унификации тех решений, которые программист применяет в своем коде. Ну и само название этих паттернов, например, «фабрика», «адаптер», «бридж», «мост» и так далее, фактически стали таким жаргоном среди программистов. То есть вообще профессиональный разработчик с основными паттернами должен быть знаком и должен уметь идентифицировать их в коде и знать, что они означают по названию. То есть когда, допустим, новый разработчик приходит в команду и интересуется, как реализован тот или иной функционал, ему говорят, что, допустим, здесь мы задействовали фабрику, а здесь вот компоненты, связанные адаптером, он уже в голове, даже не заглядывая в код, должен примерно понимать, какие классы там использованы и как, главное, они устроены. Ну, я уже говорил, что паттерны, ну, по крайней мере, те, которые описали наши четыре автора, разделены на три основные группы. Я здесь сейчас перечислять все паттерны не буду. Кроме того, как я уже сказал, сейчас появились и новые паттерны, их достаточно много. Мы с вами просто сейчас познакомимся с одним из самых таких простых паттернов и, можно сказать, неоднозначным паттерном. Это синглтон, одиночка. На его примере хорошо видно, что вроде бы даже простая задача может иметь множество подводных камней, а также иметь специфические решения, варианты решения на разных языках. Я попробую вам сейчас показать примеры реализации этого паттерна, синглтона на трех языках. Java, C++ и C Sharp. Ну, начну я с Java, начну я с Java, потом посмотрим, если время останется, я надеюсь, и на других языках. В принципе, все эти языки C-подобные, поэтому если вы знакомы с любым из этих языков, там, C++, C Sharp или Java, то код вам будет понятен. Что из себя представляет паттерн синглтон? Какая задача, во-первых, ставится? Суть этого шаблона в том, что он гарантирует наличие в вашей программе, в рантайме, только одного экземпляра какого-то класса, который, собственно, и называется синглтоном. То есть у вас в программе может быть создан только один объект данного класса. Ну, или не более одного объекта данного класса. Почему я говорю не более? Потому что, возможно, ситуация, что вы к этому объекту вообще не обращаетесь, и тут сразу возникают варианты. Он может быть ровно один, и даже когда он не нужен, или их может быть не более одного, то есть ноль или один. Ноль. Пока он вам не нужен, и появляется он только, когда он вам нужен. Это называется лейзи-инициализацией, то есть ленивой инициализацией. И вот как раз различные реализации этого паттерна могут отличаться наличием или отсутствием этой самой ленивой инициализации. Зачем он нужен, этот синглтон? Бывают ситуации, когда ваша программа использует какую-то сущность, внешнюю, например, сущность, или какой-то внешний ресурс, или даже не внешний, а сущность вашей программы в единственном экземпляре. Ну, например, там вы делаете оконное приложение, и в этом приложении должно быть ровно одно окно, главное окно. Объект этого окна, по идее, должен быть синглтоном. Или, допустим, ваша программа общается с базой данных, причем есть такое требование, что сетевое соединение должно быть ровно одно на всю программу. Соответственно, вы можете обернуть это сетевое соединение, создав некий класс для того, чтобы работать с базой данных. Но поскольку есть требование единственности этого соединения, то, по идее, и в программе должен присутствовать единственный экземпляр этого класса, то есть один-единственный объект. Синглтон также может быть использован как точка связи различных сущностей программы, именно потому что он один. Любая сущность может запросить этот единственный экземпляр и получить его. Правда, есть и минусы вообще использования синглтона. Его, кстати, иногда даже называют так называемым антишаблоном, антипаттерном. Почему? Потому что в некоторых случаях использование синглтона не оправдано. То есть фактически он и не нужен был бы в данном случае, но неправильное проектирование привело, допустим, к необходимости его создания. Так что с ним нужно быть осторожным. Но, тем не менее, он весьма часто встречается и в системных библиотеках, но и в программах. Как он обычно реализуется? Такая классическая реализация синглтона, не привязанная к конкретному языку, заключается в использовании статического поля и сокрытии конструктора. Вы наверняка знаете, должны, по крайней мере, знать, если знакомы с объектно-ориентированными языками программирования, что, когда вы описываете класс, в нем можно создать специальный метод, который называется конструктором, задача которого – инициализировать вновь создаваемый объект. Причем обычно в языках программирования объекты, для которых вызывается конструктор, они всегда новые. Поскольку синглтон должен ограничить возможность создания объекта, то, во-первых, этот конструктор этого синглтона защищается соответствующим образом, но обычно с помощью модификаторов доступа, то есть его делают скрытым, чтобы его нельзя было снаружи, вне класса вызвать. А для того, чтобы получить единственный экземпляр данного класса, то есть синглтона, используют какой-нибудь статический метод, создают соответствующий статический метод, который задействует статическое поле, тоже скрытое, хранящее ссылку, ну или сам единственный объект данного класса. То есть на схеме это рисуется так, как вот у нас на экране. У нас есть статическое поле, хранящее уникальный экземпляр, есть конструктор закрытый, и есть статический метод, который создает единственный экземпляр и возвращает ссылку на него. Для того, чтобы статический метод создавал только один экземпляр, он должен содержать некую проверку на то, что был ли ранее такой экземпляр создан или нет. Но давайте сразу в коде попробуем посмотреть, как это все выглядит. Начнем мы с Java, самого вот такого простого, простой реализации этого Singleton. Вот он класс. Я назвал его Singleton 1, потому что я сегодня расскажу и о других вариантах реализации. Значит, какие особенности этого класса? Во-первых, обратите внимание, приватный конструктор. Кто не знает, поясню, что модификатор private означает, что доступ к этому элементу, то есть к конструктору, полю, методу, может быть только внутри этого класса. То есть снаружи этот конструктор будет недоступен. Что это дает? Почему мы конструктор делаем приватным? Потому что пока мы не сделали конструктор приватным, мы всегда можем написать вот такую конструкцию. new и наш с вами там Singleton. Вот так, например. Вот он создали, и ссылку на него куда-то положили. А оператор new, который вызывает конструктор в Java, всегда создает новый объект. То есть пока у нас конструктор публичный, мы не можем ограничить количество создаваемых объектов. Поэтому первое, что мы делаем, это делаем конструктор приватным. Но как только мы сделали конструктор приватным, мы вообще снаружи потеряли возможность написать new Singleton. То есть тогда возникает вопрос, а как же тогда создать, вернее получить хотя бы единственный объект этого класса? Для этого мы сделаем статический метод. Назвать его можно, в принципе, как угодно. В данном случае он называется getInstance, который должен возвращать ссылку на этот единственный экземпляр. Почему метод статический? Для того, чтобы его можно было вызвать, не имея в наличии объекта. Потому что если он будет не статическим, то, естественно, для его вызова нужен будет объект. А где же мы возьмем объект, если мы не можем его создать? Поэтому метод, конечно, статический. Но метод не просто должен создавать экземпляры этого класса. Он должен сначала проверить, а не был ли он создан ранее. И если он был создан ранее, то вернуть ссылку на ранее созданный экземпляр. Для этого в этом же классе мы делаем еще и статическое поле. Почему статическое поле? Ну, потому что статический метод будет иметь доступ только к статическим полям. Это поле тоже приватное, для того, чтобы снаружи никто его случайно не модифицировал. Изначально в этом поле нет никакой ссылки. То есть там пустое значение null. Там изначально пусто. Как раз метод getInstance при первом вызове, вернее, при каждом вызове будет проверять, был ли ранее создан объект этого класса. Если он не был создан, то в этом поле instance у нас пустота. мы создаем новый объект. Здесь-то в методе getInstance мы можем вызвать оператором new конструктор, потому что мы находимся внутри того же класса. Будет создан новый объект, ссылку на него мы сохраним в этом статическом поле instance и вернем его. Вернем эту ссылку. При последующих вызовах, поскольку значение статического поля, естественно, будет сохраняться между вызовами, вот это условие у нас будет ложным, и мы будем возвращать ссылку на ранее созданный объект. В этом можно легко убедиться. Давайте я пока здесь лишний код закомментирую. Я попробую вызвать дважды метод getInstance, статический метод Singleton, и мы проверим, получили ли мы одну и ту же ссылку или нет. Для этого мы выведем на экран. Здесь воспользуемся тем фактом, что в Java метод toString, который мы здесь не переопределили, а унаследовали от класса object, он выведет нам название класса и хэш-код. Хэш-код, который в данном случае тоже не переопределен, и будет одинаковым, что будет указывать на то, что это на самом деле один и тот же объект. Давайте запустим. Мы видим, что, во-первых, вызвался конструктор Singleton. Я вот в приватный конструктор этого класса вписал команду, которая выводит сообщение. Причем мы видим, что, хоть мы и дважды вызвали метод getInstance, конструктор был вызван только один раз. То есть, да, действительно, при первом вызове он был создан, а дальше был использован существующий экземпляр. Ну и мы видим, что хэш-код у этих объектов одинаковый. То есть, на самом деле, это не два разных объекта, это ссылки на один и тот же объект. Он физически лежит, физически эти ссылки содержат один и тот же адрес в памяти. То есть, теперь, сколько бы раз мы не вызывали этот метод, мы будем получать этот экземпляр. Вот в таком виде, в таком виде данные шаблоны были описаны в книге «Банды четырех». Единственное, только он был описан на языке C++. Можем, в общем-то, посмотреть ту же самую реализацию на языке C++. Значит, вот он, класс Singleton, заголовочный файл, Singleton 1. Здесь, обратите внимание, приватное поле, instance, которая будет хранить указатель на наш единственный экземпляр. Здесь защищенный конструктор, чтобы его нельзя было вызвать снаружи. Ну, я тоже здесь для наглядности вывел сообщение, чтобы мы могли увидеть, что конструктор будет вызван один раз. И публичный метод, instance, который должен возвращать нам указатель на вновь созданный объект. Реализация такая же, как и в Java. Сначала инициализируем поле instance пустым значением, пустым указателем, только в отличие от Java, где это происходит автоматически, в C++ это надо сделать вручную. Ну, а метод instance статический, как мы видим, выглядит так же, как и в Java. Проверяем на пустоту наше статическое поле. Если оно пустое, создаем единственный экземпляр этого класса. Если нет, то ничего не создаем. И возвращаем этот указатель. Все. Можем, собственно, запустить. Давайте вот так тоже сделаем. Опять я в своей программе дважды вызову метод instance и выведу на экран указатели. Это будут просто адреса объектов в памяти. И мы увидим, что на самом деле в обоих этих указателях один и тот же адрес. То есть на самом деле оба этих указателя указывают на один и тот же объект. Давайте запустим, проверим это. Вот, обратите внимание, во-первых, конструктор был вызван только один раз. Несмотря на то, что мы дважды обращались к методу instance. Ну и во-вторых, мы видим, что оба указателя содержат один и тот же адрес. Значит, это один и тот же объект. В принципе, можно то же самое реализовать и на C-Sharp. Я уж это показывать не буду. Но вот у этой реализации, вот у этой реализации Singleton есть существенный недостаток. Она не потокобезопасна. А это очень важно в современных программах, особенно когда речь заходит о серверных программах, которые в большинстве случаев многопоточные. Что такое потоки? Потоки – это множество параллельно выполняющихся блоков кода в вашей программе. Современные программы, они часто состоят не из одного набора команд, а из множества набора команд, которые выполняются параллельно. Параллельно. И вот при использовании такой реализации шаблона Singleton в многопоточном приложении мы получим проблемы. Почему? Потому что возможна ситуация, когда два потока выполнения одновременно вызовут метод GetInstance, одновременно вместе проверят вот это условие, убедятся, что нет ни одного экземпляра класса Singleton и одновременно параллельно вызовут конструктор этого Singleton. В результате у нас будет создано два экземпляра этого класса. Мы нарушим наше правило, фактически шаблон не будет реализован. Такие вообще классы в документации называются не потокобезопасными, но non-thread safe. в многопоточном приложении нам такой Singleton не подойдет. Давайте посмотрим, как можно реализовать Singleton потокобезопасный, чтобы можно было параллельно вызывать тот же метод GetInstance из разных потоков и все равно получать ссылку на один и тот же объект. Здесь во второй реализации этого Singleton в Java мы можем создать просто здесь только надо добавить еще модификатор final. Вот так вот. мы можем создавать объект данного класса сразу в момент загрузки данного класса виртуальной машины Java. Когда виртуальная машина Java загружает класс, а это происходит при первом обращении к этому классу, она сразу выделяет место под статические поля этого класса и сразу выполняет инициализацию этих полей, если мы такую инициализацию делали. Причем делается вот эта загрузка класса и инициализация этих полей потокобезопасно. Это особенность виртуальной машины Java. В этом случае мы можем наше поле instance, здесь мы в общем-то примерно то же самое делаем, тоже делаем приватный конструктор для того, чтобы нельзя было создавать снаружи экземпляры этого класса напрямую, но здесь поле instance мы инициализируем сразу в момент выделение под него памяти. Поскольку это делает сама виртуальная машина, а делает она это потокобезопасно, то такая реализация тоже будет работать. В этом случае метод getinstance будет возвращать нам просто ссылку на созданные ранее единственные экземпляры этого синтона. И больше он создаваться не будет. Какие достоинства и недостатки у такой реализации? Главное достоинство мы получили потокобезопасность ThreadSafe. Это потокобезопасная реализация, то есть спокойно можно из разных потоков вызывать метод getinstance, который будет всегда возвращать нам ссылку на один и тот же момент. Какие минусы? Обратите внимание, вот в предыдущей реализации, когда создавался единственный экземпляр нашего объекта, только при первом обращении к методу getinstance. То есть если, например, нам этот singleton в программе вообще не был нужен, мы вообще не вызывали getinstance, то этот объект и не создавался. То есть здесь мы реализовали вариант не ровно один объект, а ноль или один. Это может быть более эффективно, если сам объект достаточно тяжелый. Зачем его создавать, если он может и нужен в программе. Во втором же примере, вот здесь, он создается в любом случае, точнее, в любом случае, если мы обратились к этому классу singleton 2, то есть если виртуальная машина загрузила данный класс, потому что сразу после этого она будет это поле инициализировать. То есть вот отсутствие ленивой инициализации это минус данного подхода. Второй минус это невозможность передачи параметров. Обратите внимание, возвращаясь опять же к предыдущей реализации, при желании я мог бы сделать здесь конструктор с параметром, вот здесь сделать параметр и метод getInstance тоже сделать с какими-то параметрами. Допустим, мне нужно, чтобы singleton имел какое-то собственное имя. Я бы сделал здесь просто вот такое приватное строковое поле name, сделал бы параметр у getInstance name и передал бы его конструктору. Ну и в конструкторе конечно тоже его бы сделал как-нибудь типа вот так и здесь его инициализировал dis.name равно name а потом где-нибудь использовал там, где мне нужно. То есть вот эта реализация она позволяет передать параметры. Ну и естественно вот здесь вот нужно будет эти параметры передать, когда нам нужен будет объект. вот правда это будет иметь смысл только при первом вызове getInstance последующие вызовы будут бессмысленные с этими параметрами они не будут использованы ну и здесь можно спокойно эту проблему решить сделав перегруженный вариант метода getInstance там например без параметра это сейчас не принципиально вот или там null передавать а в тех языках которые поддерживают дефолтные значения например в C-sharp и там можно указать дефолтные значения в этом случае а вот второй вариант второй вариант здесь бессмысленно передавать getInstance какие-либо параметры потому что он не сможет передать эти данные конструктору так как конструктор сработал гораздо ранее минус это вот этот невозможность передачи конструктору параметров еще один минус невозможность вот в этом варианте обрамить вызов конструктора вот эту часть trycatch то есть возможно ситуации когда конструктор объекта генерирует exception и мы хотим его как-то обработать опять же в предыдущей реализации мы могли вот эту часть обрамить trycatch и поймать exception что-то сделать вот может быть по-другому как-то попробовать сконструировать объект здесь вот так просто это сделать не удастся не удастся вот конечно trycatch можно написать внутри самого конструктора это верно но если речь идет о trycatch который обрамляет сам конструктор то здесь у нас возникнут сложности давайте посмотрим вариант реализации синглтона который остается потокобезопасным но при этом лишен указанных недостатков фактически мы вернемся к нашему первому синглтону вот к этому вот к этому и добавим модификатор synchronized для метода getinstance вот он все остальное то же самое здесь мы опять воспользовались синтаксисом языка java то есть особенностью именно языка java что такое модификатор synchronized в java он делает метод синхронно синхронный метод java гарантирует что он будет в один момент времени выполняться только в одном потоке это реализуется самой виртуальной машиной в общем-то нам это и нужно если метод getinstance будет синхронным то есть в данный момент времени он будет выполняться только в одном потоке то у нас не будет ситуации когда два потока одновременно будут проверять это условие если два потока одновременно попытаются вызвать выполнить вот этот метод getinstance то на самом деле он будет выполняться последовательно сначала в одном потоке потом в другом потоке соответственно первый поток первый поток создаст нам единственный экземпляр синглтона а второй поток который ждал пока отработает синхронный метод getinstance в первом потоке дождавшись этого события уже после вызовет метод getinstance обнаружит что это условие ложное и воспользуется созданным первым потоком экземпляром этого класса вот этот вариант с добавлением модификатора синхронайз для данного метода он будет потокобезопасным минусом у него будет то что модификатор синхронайз он ведь не просто так работает он обрамляет метод дополнительной синхронизацией и эта синхронизация будет происходить всегда даже тогда когда нет двух потоков вызывающих этот метод одновременно то есть у нас будет некий дополнительный overhead дополнительные расходы по времени при вызове этого метода getinstance даже в ситуации когда это не нужно то есть даже тогда когда параллельного вызова нет но работать это естественно будет можно кстати запустить все эти варианты которые я продемонстрировал и первый второй и третий код для их проверки вот одинаковые на самом деле мы увидим у нас что и во втором случае был создан единственный экземпляр синглтона и в третьем случае тоже единственный экземпляр синглтона видим что хешкоды у них как раз у каждой из этих пар одинаковые кстати кстати вот в системных библиотеках в стандартных пакетах джавы используется вот именно такой вариант с модификатором синхрониз он самый универсальный в джаве но он точно работает минусом повторюсь является лишняя синхронизация на каждый вызов хотя она может и не всегда нужна но существует и вариант потока безопасного синглтона который может иметь большую производительность и более того этот вариант не может быть использован в разных языках это такой самый распространенный наверное вариант поскольку так или иначе его можно реализовать в различных языках в чем его идея идея его заключается в том что мы не делаем метод getinstance синхронным тем более что в других языках программирования такого модификатора может и не быть а мы реализуем синхронизацию проверки условия проверки условия внутри самого метода проблема правда в том что в разных языках синхронизация может быть реализована разными способами конкретно в java для синхронизации для правильной синхронизации используется оператор synchronized вот такой оператор synchronized который образует критическую секцию то есть блок кода который будет выполняться только в одном потоке для данного объекта но в качестве объекта используется дескриптор класса java поскольку он ровно один для каждого класса то соответственно он и будет один на всю нашу программу вот такой вот оператор синхрониз повторюсь создает критическую секцию то есть блок кода который будет параллельно выполняться только в одном вернее не параллельно выполняться а при параллельных вызовах из нескольких потоков будет выполняться только в одном потоке фактически параллельные вызовы будут разложены скажем так последователь и мы проверку на то создавался ли ранее экземпляр синглтона или нет поместим в эту критическую секцию правда мы фактически получаем ту же проблему что и с предыдущим вариантом у нас в этом варианте синхронизация будет происходить каждый раз при каждом вызове метода кет инстанс для того чтобы сделать это более эффективно можно сделать вот такую хитрую вещь сначала сделать проверку без синхронизации а если она прошла повторить проверку с синхронизацией это называется дабл чек локинг вот самый такой распространенный потокобезопасный вариант реализации синглтона он с одной стороны потокобезопасен за счет синхронизации с другой с другой стороны если у нас нет параллельных вызовов из нескольких потоков метода get instance то первая же проверка вот эта которая будет идти без синхронизации она выдаст нам ложь ну после того как единственный экземпляр синглтона создан и мы не будем делать ни синхронизацию ни повторной проверки если же первая проверка без синхронизации выдала истину а вот для того чтобы класс остался синглтон наш остался потокобезопасным мы честно делаем синхронизацию и честно создаем уже внутри критической секции синхронный объект синглтон если он не был создан ранее здесь правда есть один еще подводный камень дело в том что виртуальная машина java точнее компилятор java может с целью оптимизации переставлять местами команды например создание объекта присваивание ссылки и так далее и это может привести к некоторым проблемам также кстати могут поступать и процессоры на уровне машинного кода поэтому для того чтобы данный вариант синглтона действительно работал в многопоточном варианте необходимо добавить еще нашему полю статическому в котором мы храним ссылку на единственный экземпляр модификатор волатайл волатайл который заставит отключить некоторые оптимизации и гарантирует нам правильный порядок выполнения то есть сначала создание объекта а потом сохранение ссылки на него вот такой вариант реализации он повторюсь потокобезопасен ну и может иметь большую производительность особенно при частых вызовах метода getinstance по сравнению с предыдущим вариантом хотя надо отметить что в современных реализациях виртуальной машины java синхронизация выполнена весьма эффективно и поэтому даже вот такой вариант тоже вполне подходит особенно если вы не часто будете вызывать метод getinstance ну давайте кстати убедимся что у нас наш четвертый вариант тоже работает сейчас мы его запустим да работает вот у нас единственный раз был создан экземпляр данного класса и мы видим что да действительно ссылки указывают на один и тот же объект видите хэшкод у них одинаковый так но в java этим мы можем не ограничиться можно воспользоваться еще одной хитростью это использование так называемого nested класса статического nested класса в java существует возможность создать один класс внутри другого класса его особенности вот такого вложенного класса как их называют является то что оба этих класса и внешний и вложенный имеют доступ к приватным полям и методам друг друга то есть они нарушают инкапсуляцию причем для вложенного класса также можно указывать модификаторы доступа в том числе и модификатор private что нам что нам это дает мы можем код создания нашего синглтона поместить во вложенный в этот синглтон класс в данном случае этот класс я назвал on-demand holder плюсом плюсом будет являться во-первых поток и безопасность поток и безопасность здесь появляется потому что обращение к вложенному классу будет возможно только изнутри нашего синглтона и при этом обращение виртуальная машина будет загружать вложенный класс обратите внимание он загружается отдельно от внешнего класса и инициализировать его поле поскольку это будет делать сама виртуальная машина она будет делать это поток безопасно мы и получим поток и безопасный синглтон минус минус тот же самый что и собственно статическим полем самого класса то что мы не можем передавать параметры фактически так как не мы вызываем инициализацию полей nested статических полей nested класса ну и та же самая проблема с тройкетчем то есть мы вызов конструктора тройкетчем просто так не обрамим но при этом сохраняется ленивая загрузка почему здесь сохраняется ленивая загрузка потому что пока мы не вызовем метод get instance синглтона вот этот вложенный класс on demand holder вообще не будет загружен только при первом вызове get instance мы обращаемся к классу on demand holder виртуальная машина обнаруживает что его нет в памяти загружает его в память тут же инициализирует его статическое поле причем делает повторюсь это поток безопасно вот а мы после этого берем уже значение этого статического поля то есть ленивая загрузка здесь сохраняется можно здесь отметить что lazy нет здесь присутствует давайте проверим как это работает вот где что-то написал вот тоже работает замечательно причем здесь обратите внимание вроде бы мы сами синхронизацию не делаем это за нас делает виртуальная машина и плюсом соответственно такой реализации является производительность минус это то что такой вариант реализации конечно привязан к javi например в c++ мы так не напишем там вообще нет такого понятия как вложенные классы ну и еще два варианта реализации синглтона на javi они могут показаться вам тривиальными но на самом деле вполне могут быть использованы первый вариант который покажу это когда мы просто создаем фактически константу вот эти модификаторы public static final это фактически создание константы в javi и константу это мы инициализируем единственным экземпляром данного класса не забыв конечно не забыв конечно создать приватный конструктор дабы запретить создание других экземпляров этого класса снаружи на самом деле этот вариант несмотря на его кажущуюся простоту весьма эффективен и имеет кучу достоинств во-первых он потокобезопасен почему потому что инициализация вот этих статических полей будет производиться виртуальной машиной после этого статического поля будет производиться после загрузки класса самой виртуальной машины и это будет происходить потокобезопасно второе достоинство это простота видите фактически две строчки мы создаем константу содержащую единственный экземпляр этого класса ну и не забудем конечно сделать приватный конструктор минус это конечно то что инициализация данного поля будет происходить не когда нам нужно а при любом обращении к этому классу вернее при первом обращении к этому классу у нас ленивой загрузки здесь не будет возможен вариант что загрузился данный класс проинициализировалось это поле то есть экземпляр символтона уже создан вот а он нам как таковой не нужен мы к нему и не обращаемся это конечно его минус ну так же здесь минус и невозможность передачи параметров конструктора и так далее обработки снаружи эксепшенов из этого конструктора и так далее но тем не менее вполне имеющий право на жизнь вариант ну и наконец экзотический вариант синглтона на джаве это использование в качестве синглтона так давайте давайте пока вот без этого так я сделаю использование в качестве синглтона перечисления энума энумерейшн вообще в джаве такой тип данных как энумерейшн реализован весьма странно если например в c++ это фактически именованные литералы для целочисленных значений то в джаве это полноценный ссылочный тип данных который может содержать как и обычные классы джавы поля методы как здесь и даже конструктор вот я создал перечисление энум перечислил множество его значений и это множество состоит из единственного литерала который называется просто инстанс просто инстанс в принципе этим можно было бы и ограничиться то есть всего вот этого можно было бы и не делать и обращаться к этому синглтону можно было написав просто имя класса .instance правда тогда вот так правда тогда возникает вопрос смысл этого синглтона если в нем ничего нет но мы можем мы можем добавить туда какие-то поля и даже методы например вот так java это позволяет в отличие от других языков причем прелесть этой реализации в том что она тоже потокобезопасна поскольку обращение фактически идет вот к этому литералу являющемуся константно и соответственно он потокобезопасен плюс для энумов в java нормально работает оператор switch соответственно можно тоже такой синглтон там проверять хотя смысла этого большого нет можно даже при желании передавать параметры конструктору этого синглтона если это необходимо для этого надо сначала такой конструктор сделать например вот так допустим он будет поле дата заполнять а при описании множества значений указать параметр этому конструктору такое тоже в java возможно такая экзотическая реализация она в принципе также работоспособна давайте проверим вот этот синглтон седьмой создан один раз хотя мы дважды обращались к инстансу вот его экземпляры и у этих экземпляров даже можно вызывать какой-то метод я его назвал сам метод как и у обычных классов это тоже будет работать вот на этих примерах мы видим что реализации даже простейшего шаблона могут иметь подводные камни связанные например с многопоточностью и эти реализации могут быть как общими для разных языков так и специфическими для конкретного языка давайте я попробую показать аналогичные реализации в C++ и C-sharp не потокобезопасную реализацию синглтона в C++ я уже продемонстрировал она в общем-то такая же как и в Java публичный статический метод приватный или защищенный конструктор и приватное статическое поле в C++ мы можем сделать еще один вариант реализации синглтона воспользовавшись возможностью создания статических локальных переменных мы в C++ можем создавать в методе статическое локальное переменное это переменное которое с точки зрения области видимости является локальной то есть доступно только внутри метода а с точки зрения времени жизни является полем то есть она сохраняет свое значение между вызовами этого метода и благодаря этому этой возможности мы можем сделать такую красивую реализацию которая была предложена специфическую для C++ вот обратите внимание метод instance который должен вернуть указатель на единственный экземпляр нашего синглтона на самом деле в нем описывается статическая переменная синглтона и возвращается указатель на нее и все как это будет работать при первом вызове метода instance будет создано это поле но вернее это переменная но она сохранит свое значение между вызовами данного метода то есть эта переменная не будет уничтожена по завершении выполнения данного метода потому что у нее стоит модификатор стейк соответственно последующие повторные там вызовы метода instance и так далее они будут возвращать нам значение той же самой переменной более того такой вариант в современных версиях C++ является рекомендованным вариантом потокобезопасным вариантом почему начиная с версии 11 C++ во первых вот это статическое поле по стандарту будет создаваться только при первом вызове вернее статическое переменное при первом вызове нашего класса то есть у нас будет работать ленивое создание объекта если мы не обратились к методу instance то и не будет этот объект вообще создаваться а во вторых обращение к этому полю опять же повторюсь начиная с 11 версии C++ потока безопасно в предыдущих версиях C++ к сожалению возможность встроенных возможностей синхронизации потоков не было и для реализации потока безопасного синглтона в C++ приходилось использовать функции каких-то сторонних библиотек которые умели синхронизировать потоки и так далее здесь же здесь же вот с 11 версии мы автоматом получаем поток безопасную версию для наглядности я сделал вывод сообщения в конструкторе не забудем кстати конструктор тоже сделать приватным ну и кроме того приватным здесь делается деструктор деструктор это для того чтобы мы этот синглтон не могли уничтожить а также удаляются копирующий конструктор и оператор присваивания ну в старых версиях C++ это делалось вот так начиная с 11 версии вот такой рекомендованный синтаксис для удаления копирующего конструктора и оператора присваиваем можем проверить как это будет работать мы также получим единственный вызов конструктора этого синглтона сейчас я вам это продемонстрирую вот он один раз был вызван хотя мы дважды обращались к методу instance ну и мы видим что оба указателя на самом деле указывают на один и тот же объект ну и напоследок давайте посмотрим особенности реализации синглтона в C-шарпе C-шарпе значит я здесь не стал реализовывать там простейшие не потокобезопасные варианты они в общем-то будут выглядеть так же как в C++ или Javi и сразу реализовал здесь потокобезопасный синглтон здесь какие особенности во-первых здесь можно воспользоваться не методом не методом а сделать property property это синтаксические конструкции C-шарпа которые снаружи выглядят как свойства вернее как поля а внутри фактически являются методами вот я здесь сделал read-only property статическое read-only property instance состоящее из единственного геттера а для того чтобы который должен возвращать единственный экземпляр этого синглтона а для того чтобы данный класс был потокобезопасен я использовал ту же самую схему с двойной проверкой внутри этого геттера то есть сначала идет первая проверка без синхронизации а потом вторая проверка уже синхронизации синхронизацию здесь обеспечивает оператор log если в java мы использовали оператор синхронизации то здесь оператор log только здесь для того чтобы потоки параллельно выполняющиеся синхронизировались по тому же объекту этот объект нам нужно было создать вот здесь создается объект это не объект синглтона это объект который будет использован для повторюсь синхронизации вот этой критической секции в остальном все то же самое также приватное статическое поле которое будет хранить ссылку на единственный экземпляр нашего класса оно тоже кстати волатайл как в java в остальном то же самое то есть можете просто сравнить вот эти два варианта вот этот вариант на java и вот этот вариант на c-sharp они фактически идентичны разница только в применяемом операторе locally synchronized вот ну и в том что в c-sharp я сделал доступ к синглтону через property instance хотя в принципе можно было и метод get instance тоже сделать но просто в c-sharp это удобно вот такой вариант реализации давайте запустим проверим что он работает вот мы здесь но для того чтобы убедиться что это один и тот же объект я здесь вызывал метод get hashcode моих объектов то есть дважды обратился к property instance получил две ссылки и вызвал get hashcode мы видим что конструктор был вызван только один раз и действительно это один и тот же объект но c-sharp не был бы c-sharp если бы у него тоже не были свои особые варианты реализации одним из таких особых вариантов является инициализация read-only поля это аналог final поля отдаленный аналог final поля в javi вот мы можем сделать в нашем классе статическое read-only поле приватное которое проинициализируем при загрузке этого класса единственное только чтобы загрузка происходила в нужный момент времени не сразу мы сделаем пустой статический конструктор это такой такая хитрость которая подсказывает компилятору что порядок инициализации полей статических полей будет иным конструктор самого класса не статический конструктор конечно тоже будет приватным ну а property instance точнее getter property instance будет возвращать просто указатель из поля instance который мы ранее инициализировали какое какие достатки какие достоинства вернее и недостатки у этого подхода он потокобезопасен потокобезопасен поскольку вот это поле будет инициализироваться при загрузке данного класса из сборки вот это будет происходить в среде выполнения clr.net потокобезопасен и проблем у нас не будет минусом является то что здесь не должно быть статических полей потому что если они будут то инициализация этого поля будет происходить не тогда когда нам это нужно а ранее но конечно этот вариант он специфичен для c-sharp и .NET здесь мы воспользовались просто особенностью загрузки классов и инициализации статических редонли полей именно в c-sharp зато он весьма эффективен и именно этот вариант кстати рекомендует microsoft использовать следующий вариант это аналог использования статического класса java дело в том что в c-sharp тоже можно сделать статический класс вот правда здесь не нужно писать модификатор static вернее вложенный вложенный класс в c-sharp правда здесь не нужно писать модификатор static для самого класса но вложенный класс c-sharp будет обладать такими же особенностями как и в java а именно у нас будет доступ к защищенным поля обратите внимание внутри класса singleton мы делаем вложенный класс nested класс или nested контейнер в котором делаем редонли поле статическое инициализируем его экземпляром нашего singleton для того чтобы инициализация была отложена до момента обращения опять же воспользуемся хитростью CLR а именно вернее хитростью компилятора а именно сделаем статический конструктор который поменяет наличие которого поменяет порядок инициализации полей ну а о публичном property instance нашего singleton обратимся к нашему nested классу и к его полю instance вот при первом обращении к этому nested классу будет создан экземпляр singleton ссылку на который мы и вернем этот вариант также является потокобезопасным и достаточно эффективным вот но минусом те же минусы что и для nested классов невозможность передачи параметров там невозможность обрамить вот этот вызов конструктора trycatch там и так далее если брать современные реализации dotnet то там есть среди стандартных классов стандартных библиотек вот такой удобный класс который называется lazy он позволяет отложить создание объекта и соответственно сделать нам ленивую ленивое создание нашего singleton вот четвертый вариант который здесь представлен он конечно тоже специфичен конкретно для c-sharp поскольку в нем мы используем вот этот класс lazy мы его типизируем тем типом экземпляр которого хотим отложено создавать в данном случае singleton и когда нам нужен экземпляр этого singleton мы обращаемся к property value класса lazy который создаст нам данный экземпляр в остальном все то же самое приватный конструктор публичное property с getter только в данном случае фактически весь функционал перенесен внутрь вернее использован функционал из вот этого штатного класса lazy кстати из пространства имен system ну и наконец последний вариант который я вам покажу это вариант который предложил джеффри рихтер известный автор книг по рефакторингу по оптимизации кода там и так далее на самом деле этот вариант является оптимизированным вариантом дабл чекинга вот этого варианта значит того самого варианта который наиболее распространен почему как можно вариант дабл чекинга оптимизировать дело в том что вот этот лог лог на самом деле при компиляции превращается в оператор try finally с задействованием монитора объектов вот рихтер джеффри рихтер предлагает обойтись без оператора try который привносит дополнительные расходы времени дополнительный overhead и вручную то есть напрямую использовать методы монитора это специальный класс который фактически методы которого реализует вот вариант критической секции сишат то есть расписать тот же самый тот же самый лог вручную но без try catch давайте на этот вариант джеффри рихтера и посмотрим принцип тот же самый приватный конструктор приватное статическое поле объект который будет использован для синхронизации публичное статическое property с геттером и дальше самое интересное начало точно такое же фактически поскольку это такой модифицированный вариант модифицированный вариант double checked lock то начинаем мы с проверки без синхронизации вот она проверка а вот дальше идет синхронизация только синхронизацию мы делаем не оператором лог а вручную используем монитор без try catch потому что повторюсь вот этот оператор лог не вот этот вот этот оператор лог фактически распадается на превращается в процессе компиляции в оператор try finally с задействованием методов класса монитор а здесь мы без try finally вручную задействуем методы этого монитора получаем блокировку методом enter создаем экземпляр единственное только здесь мы ссылку на экземпляр помещаем в переменную промежуточную переменную локальную а потом уже помещаем с помощью метода метода exchange в наш статическое поле это делается для того чтобы у нас был правильный порядок выполнения команд компилятор здесь тоже может соптимизировать после чего если все нормально мы эту блокировку освобождаем фактически если бы мы написали то же самое с try finally то есть поместили вот этот блок в try а вот это в finally мы получили бы тот же самый вариант с lock но поскольку try finally привносит дополнительные расходы то здесь мы немножко соптимизировали здесь конечно возможен вариант когда у нас в конструкторе вылетит exception и мы не освободим блокировку но и это очень опасно в других ситуациях но не в этой потому что здесь если мы не смогли создать экземпляр нашего синглтона то мы его все равно больше создавать не сможем поэтому зависшая блокировка нас здесь особо беспокоить не должна такой вариант рихтер предлагал в своей книге он немножко быстрее чем классический вариант с lock за счет того что мы убрали try finally вручную ну что наш с вами семинар подошел к концу если есть какие-то вопросы можно мне их задать сейчас можно либо в чате спросить либо у кого есть микрофоны соответственно можно их включить что-нибудь спросить у меня вроде бы динамики тут работают еще раз повторюсь я вам продемонстрировал лишь такой простейший шаблон казалось бы ну что может быть проще но даже на его примере видно что во-первых в разных языках можно по-разному его реализовать задействуя конструкции специфичные для данного языка и во-вторых подводные камни особенно то что касается потока безопасности они могут усложнить наш код или например отрицательно сказаться на производительности если мы начнем синхронизировать наши потоки каждый раз даже в ситуации когда в этом нет необходимости так ну что вопросы есть какие-нибудь еще примеры которые я вам показывал все вы можете скачать вот по этому адресу я сейчас для тех кто у нас в онлайне попробую эту ссылку закинуть в чат вот он по этому адресу соответственно все вот эти примеры на трех языках можно забрать если вы хотите ну и поэкспериментировать с ними может быть вы придумаете какой-то собственный вариант реализации конечно если вы захотите познакомиться с другими шаблонами объектно-ориентированного проектирования то обязательно нужно почитать книги или приходите к нам на курс который так называется паттерны объектно-ориентированного проектирования ведь мы рассматриваем и другие шаблоны и их особенности на различных языках то